Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Меня зовут Юля Прелл и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новеньке от Бекки и их No Pigment Foundation или тональный крем без пигмента. Как это возможно, спросите вы? Я не знаю. Мы сегодня попробуем это все на нашей коже и убедимся, действительно ли это все правда или все это хайп. Так выглядит наша упаковочка с этим праймером или тональным кремом без пигмента. Невероятно красивая, невероятно красивая упаковка. Вот за упаковку можно только дать 10 баллов из 10. И когда вы решите открыть эту упаковку, она открывается очень легко, вы можете увидеть здесь такой маленький шпателек, чтобы наносить этот праймер или тональный крем без пигмента на лицо. Это очень прикольно, очень мило. Еле уловимый сладковатый запах. Я не уверена, если это глицерин так пахнет. Я не знаю, пахнет ли глицерин вообще, но приятно есть такое после вкуса этого запаха. Вот так это все выглядит. На вид обычный праймер. Ничего не видно необычного с первого взгляда. Мы немножко приблизились, чтобы все это было лучше видеть. Так, набираем все это на шпателек наш. Он как желе, по сути, вот действительно такая желейная формула. Давайте уже попробуем. Кстати говоря, у меня на лице ничего нету. Вау! Он сразу чувствуется таким прохладным на коже. Знаете, мне кажется, такая основа будет невероятно классна в лето, потому что она действительно охлаждает ваше лицо. Окей, пока я вижу только, что мои поры, моя кожа, она как будто бы затирается. Но Бека говорит, что здесь нет никаких силиконов, нет никаких непонятных вредных веществ. Все только натуральное. Эта основа состоит из гиалуронового оксида. Она состоит из всевозможных полезных вещей. Но ощущается она приятно, кстати говоря. И давайте почитаем, что же нам Бека пишет об этом праймере. Я не знаю, почему я праймер называю. Ну, типа это тональный крем. Это основа, которая виртуальная, без пигмента. Она использует технологию Clear Light Blur, чтобы блюрить ваши поры без пигмента, с гиалуроновым оксидом, чтобы сразу же сделать вашу кожу увлажненной. И также вы получаете натуральный матовый финиш. Говорится, что нужно такими движениями похлопывающими убить ее в кожу лица. Видно ли вам, что моя кожа стала выглядеть по-другому? Я этого не вижу. У меня как были какие-то красноватые, может быть, следы на коже лица, так и не остались. Ничего это не скрыло. Ну, то есть, вообще. Про поры. Поры стали мои, в принципе, чуть меньше. То есть, да, они затерлись, естественно. Но здесь нет пигмента. И поэтому ничего не получится у вас, скорее всего, на 100%. Скрыть. До кожи приятно дотрагиваться, это факт. Приятные ощущения, кожа все так же холодится. Она... Никуда этот эффект не уходит. Но! Где это No Pigment Foundation? Если она виртуальная, то тогда, скорее всего, она и не видна вам. То есть, она виртуальна. В общем, 36 долларов за вот эту вот вещичку, я не понимаю этого. Хотя, в принципе, понятно, куда Бека идет с этим. Они хотят все-таки создать какую-то волну интереса вокруг их бренда. Потому что, ну, когда Бека выходила с чем-то таким интересным, да? Поэтому это, наверное, был хороший шаг к тому, чтобы сделать для их бренда больше хайпа. И у них это получилось. Потому что они могли написать просто, оу, это просто праймер, да? Используйте его, допустим, вместо вашей тональной основы, если вы хотите сделать макияж более натуральным. Супер натуральным, да? То есть, как будто у вас нет макияжа. И это действительно так. То есть, у меня нет сейчас никакой основы на мне. Так бы я точно на улицу не вышла, просто потому что, ну, мне нужна какая-то, хотя бы какой-то пигмент на моей коже. Это No Pigment Foundation стоила 36 долларов. И здесь у нас 30 миллилитров этого продукта. Слава богу, что срок годности составляет 24 месяца. Потому что, ну, понятное дело, такую огромную банку вы вряд ли будете использовать, не знаю, даже в течение года. Потому что здесь невероятно много продукта. И вам нужно совсем-совсем немножко продукта на лицо. Пойдемся быстро по составу. По составу у нас идет вода первая, потом у нас идет содио, какой-то кроссполимер, глицерин, бутиленгликоль, кастровое масло почти на последних, ну, на последних там пяти местах, гиалуроновый оксид. По сути, это глицерин, смешанный с немножко кастровым маслом и гиалуроновым оксидом. Но гиалуронка сейчас почти везде у нас кладется. Поэтому это праймер или No Pigment Foundation, ну, просто как игрушка для тех, кто не знает, как потратить свои 36 долларов на что-нибудь другое. Так, последнее, с чем вышла бэка у нас, это вот такой хайлайтер, или как они называют, это невидимый блеск для мультиюса. То есть вы можете его использовать не только как хайлайтер, но и на губы. И это тоже No Pigment Glass Highlighter for Face and Lips. Здесь у нас получается 6,5 миллилитров, и стоил он, если я не ошибаюсь, 24 доллара. Я напишу внизу за вот такую вот штуковинку, где нет ничего абсолютно, просто прозрачная жидкость. Скорее всего, там полно глицерина тоже. Давайте мы откроем это. Пахнет он, как какой-то обычный блеск, то есть вы покупаете какой-нибудь блеск без пигмента, он также пахнет. На самом деле, мне очень напомнил этот запах, запах блеска от Maybelline. Прям невероятно похожие запахи. Почти идентичные, вот прям серьезно. Как нам говорит Бека, это все нужно нанести на щеки. Вау. И можно на губы тоже. Ну, в принципе, это даже не чувствуется липким. Ну, немножко, совсем немножко, то есть капельку. Прикольный блеск, ну то есть да, окей. Это на, как раз таки, вы знаете, это на те дни, когда у вас, вы дома, и, допустим, вам не хочется наносить никакой макияж, можете нанести эту основу, праймер, да, или No Pigment Foundation, и эту штуку. И у вас все так же будет видно, вся краснота, все, абсолютно все. Ну, как бы это липко. И если попадут у вас волосы на эту субстанцию, то, естественно, все это, скорее всего, будет на волосах. Просто блеск. Просто вот обычный блеск, который не стоит 24 доллара. Ну, типа, окей. Это невероятно смешно, но это не то, что ты ожидаешь за 24 доллара. Обычный блеск, в котором у каждого человека их миллионы. Вот давайте будем честны. Итак, сейчас мы сделаем, что мы попробуем нанести тональную основу на этот праймер, потому что он уже подсох, его даже не ощущается на коже. Он, ну, такой, как, не то, что пудровый, он не липкий уже, как был в начале. Он был немножко липкий, но не очень сильно. Сейчас его уже даже не чувствуется, он впитался. Что, я намочила свой спонж от ELF, и давайте посмотрим, как ведет себя тональный крем на этой основе, потому что я слышала, что эта основа может конфликтовать с тональными кремами. В принципе, все идет как по маслу, то есть тональный крем, он ложится очень хорошо, как будто бы это праймер. Да, мне не нравится то, что эта тональная основа от Бекки, она не скрыла никаких покраслений, то есть у меня что было, особенно вот здесь вот, оно никуда не делось. Нет, он не конфликтует никак, то есть все отлично наносится, поэтому его хорошо использовать как праймер, ну, то есть, да, это идеальный праймер, по сути, за 36 долларов. Я хочу нанести беспигментный хайлайтер на мой крем тональный, чтобы посмотреть, как он вообще будет вести себя. Я вижу все равно вот эти вот непонятные белые разводы, когда они смешиваются друг с другом. Я не ожидала такого, если честно, потому что, ну, ни один, ни один жидкий хайлайтер какой-то в моей жизни так конфликтовала даже с кремом от Yves Saint Laurent. Надо сказать, что да, блеск, он хороший, он очень натурально смотрится. Со временем, я надеюсь, подсохнет, мы сейчас посмотрим, подсохнет ли он или нет, но я не знаю, я не знаю, как мне реагировать на это все, потому что это, знаете, вот что-то вроде, давайте сделаем что-то, что заставит нас, Беку, известным по всему миру, люди будут говорить о нас, и это круто. Мы загребем деньги, и у нас будет куча промо-видео на Ютьюбе, в которых люди говорят о нас, об этой коллекции. Да, на губах он смотрится гораздо-гораздо лучше. В общем, вот, ребята, такой у нас сегодня был обзор на новую коллекцию Бекки, тональная основа без пигмента и также хайлайтер без пигмента. Если честно, мое мнение, что это все не стоит ваших денег. Однако, если вы любите красивую упаковку, если вы хотите быть как бы в тренде, то почему нет? Это скоро будет доступно в Альте с 1 августа, на сайте у них уже это доступно. Очень красивая упаковка, невероятно красиво будет смотреться на вашем туалетном столике. Очень приятно сделано, очень дорого. Чувствуется, что это хороший тип стекла, и поэтому, когда вы носите это все на вашу кожу, ваша кожа холодится, и это приятно, особенно, когда летний жаркий день, нанести это все на кожу, да. Гиалуроновый оксид, кастровое масло в составе, может быть, это не самые суперсовременные ингредиенты, которые уникальны в своем роде. Однако, это уникально, то, что они сделали, потому что с таким слоганом никто еще не выходил на рынок и не привлекло столько внимания, просто говоря, что это вообще не праймер, это тональная основа без сегмента. То есть, это сыграло очень большую роль для того, чтобы Бека поймала хайп. Вот, это интересно. Мне кажется, этого никто не забудет в течение, не знаю, пять, сколько лет. Хайлайтер этот, я считаю, что это больше как бесцветный блеск, который смотрится хорошо. И вот так это все выглядит у нас при дневном свете. Определенно, этот хайлайтер, он хорошо виден, он дает вам очень натуральный такой финиш, но он невероятно липкий. То есть, у меня уже пару раз мои волосы попали на этот хайлайтер, и они сейчас немножко жирные, возможно, невозможно точно. И вот так выглядит он, когда я дотрагиваюсь до хайлайтера, то есть, остатки продукта все так же есть. Они, это все передается на пальцы, как бы, ну, не круто. Он делает свое дело, он дает вам этот натуральный блеск. Я не думаю, что это супер необходимость покупать это, просто потому что вы можете найти в любом бренде такого типа блеска, с таким же ароматом и даже с гиалуроновым оксидом. Поэтому, ребята, не ведитесь на все то, что интернет предлагает вам, и всегда проверяйте, смотрите отзывы, возможно, даже на моем канале, чтобы посмотреть, действительно ли стоит вам тратить ваши кровно заработанные деньги, и тогда вы поймете, что не всему можно верить так же, особенно, когда американцы выходят с чем-то новым, и это всегда интересно. Так что, да, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, не забывайте комментировать, ставить лайки, комментарии невероятно помогают продвигаться этому зеленому, но еще молодому каналу. И, в общем, да, я вас всех очень люблю, надеюсь, вам понравилось это видео, да, я же сказала это, ставьте лайки, мне будет очень приятно, и также, пожалуйста, ребят, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем обзоре, потому что сейчас столько новинок выходит, что мне очень интересно, что мои подписчики из России хотят увидеть на обзоре на моем канале. Это будет невероятно здорово, если вы это сделаете, очень это будет оценено. Я прощаюсь, скоро увидимся, всем пока!